Телекомпания ВИД представляет. Добрый вечер, здравствуйте. Припомните замечательную русскую пословицу как аукнется, так и откликнется. Видимо, поэтому на Руси всегда важно, как ты называешь себя или свое дело, с чем ты выходишь к людям. Если ты, например, сын юриста, ну, по крайней мере, ты должен, как говорил Остап Абгравимович, чтить Уголовный кодекс. Если ты носишь имя президента, то ты должен быть достойным человеком. Если ты свой фонд назвал властелина, то вряд ли это дает тебе право делать все, что угодно со вкладами населения. Сегодня час пик для человека, который поступил хитро. Изначально обрек себя и главное дело своей жизни на успех и популярность. Сегодня час пик для Евгения Хафтана, руководителя, начинателя, вокально-инструментального, так я назову, ансамбля «Браво». Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Евгений Хафтан, 36 лет. Гитарист, композитор, лидер группы «Браво». Его детство прошло в рабочем квартале в Кузьминках. Мама преподавала английский язык в школе, отец был обыкновенным советским инженером. Решение пойти учиться в музыкальную школу принял абсолютно самостоятельно, хотя немного поздно. В музыкальной школе был самым старшим, что его, впрочем, нисколько не смущало. Гораздо больше переживал, что в общеобразовательной школе на физкультуре стоял последний. Тогда-то и принял решение научиться играть на гитаре и доказать всем, что человек маленького роста может стать большим и знаменитым. В 83-м вместе с Павлом Кузиным и Андреем Конусовым создал группу «Браво». Параллельно учился в Институте инженеров железнодорожного транспорта, но строителем так и не стал. На следующий же день после защиты диплома уехал на гастроли в Ялту. За 15 лет группа выпустила 8 дисков, 10 магнита альбомов и 2 больших видеофильма. Новая программа называется «Скромно». «Браво, Маня!» Я поздравляю руководителя коллектива с 15-летием. Огромный срок, полтора десятка лет, а все вот как-то в общественном мнении вы мальчик. Вот такой вопрос уже метру сцены. Вы учились в Институте, вы машинист паровоза, и вы управляете паровозом. Но паровоз, как справедливо Андрей Вадимович Макаревич когда-то спел, он едет только туда, куда ведут его рельсы. Рельсы – это массовая культура. Куда ведут вас рельсы? Я не согласен с Андреем, хотя очень уважаю его. Мой паровоз идет из ниоткуда в никуда. На нем есть три станции – огонь, вода и медные трубы. Две пройдены, а осталось последнее, которое называется «Медные трубы». Давайте о рельсах все-таки, о пути по Макаревичу. Они, так сказать, детерминируют направление физического перемещения вашего транспортного средства. А по Хафтану? По Хафтану этот паровоз движется и идет в одном направлении. Что касается массовой культуры, в моем понимании. Массовая культура, она и есть массовая культура для масс. Так же, как еда для масс. Макдональдсы, Биг Маки, большие сосуды с Кока-Колой, со льдом. Это то, что в Америке. К сожалению, у нас сейчас происходит то же самое. Появляются массовые пункты питания. Почему, к сожалению, хорошо, когда дешево и много? Возможно, я не знаю. Но, во всяком случае, должно быть нечто еще и другое. Массовая культура – это то же самое. Те бутерброды, которые можно заглатывать. Я неспроста задаю такие вопросы, потому что, на самом деле, для меня массовая культура – это третяковка. Когда людей собирают в пачки, засовывают туда на экскурсию и про Сурикова – это тоже массовая культура. Поэтому, мне кажется, это понятие, которое было специально выдумано в советское время с негативным оттенком, для того, чтобы подтопить то, что овладевало массами. Как только идеи овладевают массами, тут же власти беспокоятся. Они же помнят собственное прошлое. Главное управление внутренних дел. Слушайте. В связи с возникшей необходимостью, прошу выдать характеристику на студента 4-го курса Хафтана Евгения Львовича, 61-го года, рождения, проживающего там-то. Характеристику прошу выслать в наш адрес. Начальник отдела. Это главное управление внутренних дел. Вот так вот ваше темное прошлое, Евгений. Вы еще не прочитали, кому это пришло, на чью я. Это пришло ректору Московского института инженеров транспорта. Я думаю, вы об этом расскажете. А теперь вы можете себе представить, когда ректору института приходит такая телега. Он боится. Он боится. Ему лучше избавиться от такого студента. Абсолютно. У студента, оказывается, задолженности. Сразу появляются. Хвосты не данные. Перед родиной и институтом. Да. И студенты тут же отчисляются. Так было в первый раз. Теперь вот расскажите о своих непростых взаимоотношениях с органами внутренних дел. Главное управление на вас обратило внимание. Вы были популярны с самого начала вашей карьеры, я смотрю. Этот скандал сыграл несомненную роль в популярности группы. Этот случай. Все было очень просто. Были концерты. Было Черненко в скандроповское время. Были концерты, когда мы их давали, и нужно было получать литовке разрешение на песни. Под каждым текстом нужно ставить печать отдела культуры. Мы, конечно, этого не делали. Молодые были, глупые. И выступали. На одном из таких концертов к нам вломился или зашел, не знаю, как это назвать, наряд милиции. Дальше всех зрителей и артистов развели по комнатам. Все писали бумаги в лучших традициях. И каждый написал, кто у кого покупал билеты, по какой цене. Соответственно, раз были билеты, значит, их продавал кто-то. И, соответственно, мы влипли в очень неприятную историю, связанную с... Инкриминировали несколько статей. Одна из них была частное предпринимательство. Очень злобная статья в то время, потому как еще перестройка не началась. Опасная статья. Это был 1984 год, 1983. Да. И дальше начался такой период испытаний. Испытаний группы, испытаний временем. То есть нас просто говоря, хотели просто упечь, посадить. В то время в тюрьме находился Алексей Романов из группы «Воскресенье». Это был такой показательный процесс. И с нами хотели сделать то же самое. Поскольку докопаться не смогли, тогда замечательные поклонники были. Зрители были замечательные. Никто не написал никаких бумаг на нас. Никто не написал, что мы у кого-то брали деньги. Чистое время было. Да, чистое время. Да, хорошее. Какие-то существовали идеалы. Все было не разрушено, не разрублено. Попытались навредить неким образом. Вот такая бумага, когда пришла, меня тут же как бы и отчислили из института. Женя, скажите, поскольку вы в популярной музыке, в рок-н-ролле очень долго. Россия обречена быть вторичной в этом виде интеллектуального соревнования с миром. Мишель Легран, приехав как-то на один из наших фестивалей музыкальных, и писал об этом, был разочарован. Он ожидал услышать что-то исконное, наше родное. И на 80% это было просто повторение, пройденное Западом 20-30 лет назад. Абсолютно согласен с этим. Глупо копировать, играть английскую музыку здесь или что-то. Здесь есть свои традиции очень глубокие, очень хорошие музыкальные. Последние рэперовские творения, Воррен Джи и прочие, сэмплеры Чайковского мы слышим там, в полный рост там звучат. Это говорит о том, что наша музыка звучит там, и она по полной схеме там нужна. Вы любите Чайковского? Мне нравится он, да. Хорошо, а кто из таких композиторов, которых принято считать классическими, хотя многие из них были хулиганы в свое время, не принимались так же, как не принимались вы, имели проблемы, аналогичные вашими с милицией. Есть у вас такие? Я люблю органную музыку, бах. Вот что происходит с мальчиками, которые без присмотра родителей ходят в музыкальную школу. Евгений Хафтан ходил в музыкальную школу. И вот что получилось, смотрите. Для музыканта первый инструмент, наверное, я ожидаю. Я не музыкант. Но мне кажется, первый инструмент – это нечто святое в жизни. То, что до конца дней помнишь. Первая вожделенная гитара. Что это было? Очень банально и просто. Это была обычная шаховская гитара, которую я даже… 7,50? Да, может быть, 8,50 даже. Это мало имеет значения. Это первые аккорды на лестничной клетке. И желание возникло из-за того, что хотелось выучить песню «Дом восходящего солнца». Эти аккорды. Animals. Да. Я хотел очень выучить эти аккорды. Я их выучил очень быстро. Да еще не это главное было взять в руки гитару. В ля-миноре? В ля-миноре, конечно. В оригинале. Главное было то, что на уроках физкультуры я стоял последний в классе. Это меня очень сильно угнетало. Потому как девочки любят спортивных высоких парней. Я был маленького роста. И политических грамотных, как нас учили в классе. Но мой лучший приятель стоял впереди на уроках физкультуры. Он был мастер спорта по лыжам. Поэтому у нас был заключен пакт о том, что он быстро очень не бегает, чтобы я успевал в хвосте плестись. И потом в какой-то момент я очень захотел, чтобы на меня кто-то обратил неким образом внимание. И поэтому я решил научиться играть на гитаре. Мне очень нравится рассказ Пита Тауншин, одного из моих любимых гитаристов, о том, что в свое время он... Лидер группы Хуб. Питер Тауншин. В английской школе. А английские школы известны своим консерватизмом. Это очень консервативная школа. И подростков, которые слабее других, там бьют попросту. Это очень жестоко. И он решил ответить всем. Он сказал, что через несколько лет вы увидите мой громадный нос с экранов всех телевизоров, журналов. А Пита очень не любили за то, что он был такой худощавый, с очень большим серонодо-бержераковским носом. Он был прыщавый подросток. И через несколько лет его нос, его изображение украшало все величайшие английские журналы. Хорошо, Женя, спасибо. А первая электрогитара. Электрогитара, я помню по себе, в школе это совсем не шаховская штука. Это уже, эта вещь обязывает тебя быть перед другими. С шаховской ты можешь быть один на один у себя в спальне, в подъезде, на подоконнике. А с электрогитарой ты не можешь быть один. А первую электрогитару мне купили папа с мамой. Я очень благодарен им за это. Она стоила 200 рублей. Это были большие деньги по тем временам. Магнитофон Комета стоила 200 рублей. Это была целая зарплата. И я поставил совершенно ультимативное условие, что или я бросаю школу, или будет эта электрогитара. Родители предпочли, конечно, электрогитару. Мы ее купили. Это была замечательная немецкая электрогитара. Она стоила 200 рублей. Большое значение сыграла еще моя первая учительница в музыкальной школе, Светлана Анатольевна Николичева. Которая проявила мне вообще интерес к этому инструменту. Очень важно, когда у тебя хорошие учителя. Спасибо вам, Женя, за эту весточку первому учителю. Немногие сидящие на вашем месте вообще вспоминают своих первых учителей, людей, которые дали им что-то в детстве. На вашем месте сидел, например, Чак Берри. Знакомый вам музыкант. Знакомый сотням миллионов, я думаю, зрителям. И он без горечи, абсолютно без горечи говорил, что рок-н-ролл – это просто коммерция. Когда-то, да, когда-то это было увлечением для поколения целого. Но одного поколения. Очень быстро рок-н-ролл стал коммерцией. Вы занимаетесь коммерцией? Да. Спасибо за честный ответ. Я занимаюсь коммерцией. Да, точка. Да. Точка. Я занимаюсь коммерцией. Или но? Или запятая но? Но. Запятая но. При этом пытаюсь найти гармонию между тем, чем я занимаюсь, перед своими отношениями со зрителем, перед своими друзьями. Найти общее состояние гармонии между моей музыкой, зрителем. Вообще заниматься коммерцией и быть в гармонии и в согласии с собой – мечта, наверное, любого нормального человека. Делать деньги, но делать деньги чисто и с удовольствием. Да. А вот теперь, поскольку вы регулярно общаетесь с молодежью, я думаю, что вас ходят и слушают гораздо больше молодые люди, нежели пожилые. Правда? Да, это большое достижение. Расскажите нам о молодежи. Ведь я уверен, что с экрана телевидения мало кто откровенно говорит о том, что из себя представляет сейчас молодежь. Или хотя бы какая-то ее часть. Я не знаю сегодняшнюю молодежь, хотя причисляю себя к человеку далеко не старому. Не знаю. Сегодняшняя молодежь совершенно разная. Как 10 лет назад были люди, которые интересовались кино, музыкой. Они сейчас есть. Сегодняшняя молодежь, она более цинично относится к нашему времени. Ее меньше интересует политика, а больше интересует своя личная жизнь, как мне кажется. Они просто хотят хорошо зарабатывать, отдыхать и жить в свое удовольствие. Их интересует только свой маленький узкий мир. И тогда можно продолжить. И ваша работа, ваша деятельность заключается в том, чтобы... Чтобы доставить им удовольствие, когда они приходят на наши концерты. Больше ничего я не вижу в этом. Просто так просто. Да. Я знаю, что вы коллекционируете галстуки и придаете знакам достаточно большое значение. Ну, все-таки она была замечательная песня. Да. Стильный оранжевый галстук. Его, к сожалению, нет у этого галстука. Он остался у него. Когда он уходил из группы, он забрал этот галстук с собой. Ну, наверное, имел право все-таки. Конечно. Конечно. Но вот тут есть какие-то галстуки. Начнем с последнего периода. Вот это Джеймс Дин, изображенный на этом галстуке. Этот галстук куплен в Лондоне. И символизирует романтический период группы «Браво сегодняшний». Я очень люблю этого героя. Это один из моих героев. Джеймс Дин. Наравне с Чаком Берри и Юрием Гагарином. А вот этот галстук я, кстати, хотел вам подарить. Вы очень любите галстуки. Он был куплен в районе Камден Таун в Лондоне. И на нем изображены? На нем изображены презервативы. Настоящий мужской галстук. Да, настоящий мужской галстук. И пропагандирующий правильный образ жизни. Да, конечно. Но я не помню какой-то период. Это период, видимо, какой-то изначальный, я думаю, период. Потому что здесь гитара такой, юношеская непонятка такая. На камеру можно? Очень непонятно, что здесь изображено. Вот у меня много этих галстуков. И порядка 20. Я сейчас прекратил уже их коллекционировать. Потому что я не ношу галстуки сейчас. Мы играем без галстуков. При подготовке программы мне передали такую странную записку без подписи. Я счастлив пригласить на великую сцену и так далее. Можете прокомментировать? Эта записка была написана ровно 5 лет назад. Когда у нас было десятилетие группы. И до самого выхода Жанна не давала мне... Как ее представить? Жанна Агузарова. Она сказала, что... Я тебе скажу во время концерта. И во время концерта, когда мы исполняли какую-то очередную песню и должен был быть ее выход, она бросила мне на пол бумажку, в которой было написано, как я должен был ее представить. Там было написано так. Я счастлив пригласить на великую сцену государственного концерта в Зале России суперзвезду всех времен и народов, экспериментатора, исследователя, композитора и поэта, продюсера, ныне проживающего на Западе легендарную рокершу страны Жанну Найтин Найтинс. Женя, если честно, тоскуете по тому времени, когда вы начинали с Жанны? Я не испытываю никакой ностальгии по этому времени. Это прекрасные, смешные воспоминания, которые будут воплощены в ближайшее время в научно-фантастическом комиксе, который я пишу. Это будет рассказ о том, как все это было. Чак Берри совсем не считает, что рок-н-ролл умер. Я читал в одном из ваших интервью, что вы считаете, что рок уже больше просто не существует. Почему? Вы встречались с Чаком Берри, у вас была личная встреча, об этом есть свидетельство. Да, это было в 1986 году, мы выступали в Хельсинки, у нас были совершенно коммерческие концерты, у нас вышел альбом. И в это же время находился Чак Берри в городе Хельсинки, который снимал свой фильм «Хэл Хэл рок-н-ролл». И я пригласил его на концерт, конечно, он не пришел на этот концерт, что ему до этой группы, которых десятки играет в Хельсинки. Но он любезно прислал мне свою книгу с пожеланием. Там не было пожеланий, там было написано «Здесь вся моя жизнь» на этой книге была написана. Это величайшие слова, которые он написал для меня. Это самая дорогая книга в моем доме. Как она называется? «Хэл Хэл рок-н-ролл» – это история жизни Чака Берри. Далее, когда он приехал в Москву, конечно, он не пришел на пресс-конференции, потому как он не любит пресс-конференции. Я представляю, как ему тошно все это слушать, играть, потому что он всю жизнь этим только и занимается. И всем музыкантам, которые хотят с ним сыграть, он говорит, что учите аккорды песен, а потом мы будем с вами разговаривать. Это был замечательный концерт. Я оба концерта таскался туда с гитарой, со своей громадной, Грейчем. Я хотел, чтобы он расписался. И к своему разочарованию, когда я подошел к его гримерной, принес эту гитару и попросил расписаться, у него началась чуть ли не истерика. Он стал кричать, вы все зарабатываете на мне деньги, и эту гитару вы будете продавать. Я тут же убрал гитару и показал ему книгу. Он открыл эту книгу, увидел роспись, свой автограф, и он растаял просто. Это были глаза 17-летнего подростка, так же, как на концерте до этого. Это был полный кайф. И он сфотографировался со мной, пожал мне руку, и мы сделали вот этот замечательный снимок. У меня такое ощущение, что вы не просто музыкант, вы артист, и вот эта фотография не случайная совсем. Абсолютно правильно. Моя дочка, когда я спрашиваю, кто твой папа, она говорит артист. Это больше соответствует действительности, чем музыкант, художник или поэт. Артист – это общее понятие международное. Я очень люблю Чарли Чаплина, он такой же маленький, как я, веселый, задорный, ему присуще чувство юмора. Я люблю людей с чувством юмора, только чувство юмора может спасти мир. Это мое убеждение. Я вам благодарен, Женя, за то, что вы пришли сюда в студию. Я вам желаю, если не повторить успех Чарли Чаплина, то максимально к нему приближаться, рассчитывая только на собственные силы, которых у вас, я думаю, в достатке. Счастливо вам. Спасибо. Это был час-пик для очень хитрого человека, который главное дело своей жизни с самого начала назвал «Браво» и теперь пожинает плоды своей мудрости 15-летней давности. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Продолжение следует... Продолжение следует...